Крейдеры стали сокращать покупки российской нефти, российские компании вынуждены были давать большие достаточно дисконты, скидки к цене, там 30 долларов, и эта нефть стала постепенно уходить в Азию. Ударило ли это по мировому рынку? Ну, наверное, ударило. Если мы верим данным российских информационных правительственных источников, в апреле месяце добыча нефти в России сократилась примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Ну, в принципе, это много. С учетом того, что Россия с учетом нефтепродуктов экспортирует где-то 7-7,5 миллионов баррелей в сутки, то, в общем, это получается, что где-то на 14-15% экспорт российской нефти сократился. С другой стороны, 1 миллион баррелей в современном мире это на грани измерений. И, условно говоря, американская нефтяная промышленность могла бы нарастить уровень добычи сланцевой нефти и, в общем, с лихвой компенсировать. Мы видели, как на более ранних этапах, там, не знаю, 3-4-5 лет назад добыча нефти в США стремительно росла и там миллион баррелей в сутки могли за полгода нарастить. Но вот некое такое сочетание вот этих факторов привело к тому, что цена на нефть растет. Соответственно, стран, которые могут нарастить добычу нефти, их не очень много. Это Саудовская Аравия, Таиран и Венесуэла. Со всеми из них у США не очень хорошие, мягко говоря, политические отношения. Ну и вот сейчас там американская администрация пытается неким образом из этой ситуации выкрутиться. Вот уже появилось сообщение, что европейцам разрешили покупать нефть из Венесуэлы. Президент Байден летит в Саудовскую Аравию. Интенсифицируются переговоры с Ираном по возможности снятия какого-то там нефтяных санкций. Ну, вот одним словом, никому не хочется, чтобы цена на нефть росла дальше и, в общем, как-то пытаются на этот процесс воздействовать. Субтитры создавал DimaTorzok